Этот момент навсегда вошел в историю отечественных смешанных единоборств. В июне 2012 года американский спортсмен Джефф Монсон еще не был ни гражданином нашей страны, ни российским политиком, ни общественным деятелем. Его знали только как опытнейшего бойца с длительной карьерой и россыпью громких титулов, который за полгода до обозначенных событий бился против Федора Емельяненко на грандиозном турнире «Амман Глобал» в Москве. После того поражения, залечив травму, Джефф провел три поединка, в которых одержал две победы при одной ничьей, после чего снова появился в России, вернувшись на турнире под эгидой «Амман Глобал». Это произошло на знаковом турнире в Северной столице, в главном бою вечера которого Федор Емельяненко, как предполагалось, проводил последний поединок в своей карьере против легендарного вразильца Петро Хиза. В качестве зрителей на турнир приехали самые видные политики и спортсмены нашей страны. А Монсону тогда довелось помериться силами со знаменитым российским бойцом Денисом Куркиным по прозвищу «Сибирский медведь». Практически никто тогда и не подозревал, что за историю собирается сотворить американец со своим выходом на бой. Но при первых же аккордах и словах песни весь зал без исключения встал на ноги. А от овации шума буквально задрожали стены переполненного ледового дворца. К сожалению, видео не может передать всего, что творилось в эти минуты в зале. Но поверьте, это было невероятно эпично. И именно тогда американский поезд Джефф Монсон сделал первый шаг в свою новую жизнь. М1 Глобал Новый год уже совсем скоро. Время покупать подарки. И мы представляем вашему вниманию отечественный бренд Великоросс. Это совершенное качество, лучшие традиции и уникальный стиль, который придется по вкусу всем. Спортивные костюмы с лобкового футера высокой плотности, украшенные нашивками и лампасами в традиционном стиле. Легкие, невесомые футболки с расцветками на любой вкус. Классические костюмы, джемпера и водолазки. Уютные свитеры и шарфы. Потрясающе мягкие и удобные носки и нижнее белье. Все это является качественным воплощением традиций. И конечно, отдельно стоит рассказать о легендарных ремнях Великоросса. Прочные, выполненные из воловья и кожи, с фирменным горячим тиснением. Они становятся не просто элементом образа, а символом любви к родине. Амбассадорами бренда Великоросс становятся именитые спортсмены. А сама компания поддерживает развитие физической культуры и спорта. Повторюсь, Новый год уже совсем скоро. Поэтому переходите по ссылке в описании и спешите приобрести крутые и качественные вещи в подарок своим друзьям и близким. С фаталистическим взглядом. Абсолютно верно. С фаталистическим взглядом. Песня «Симон» Песня «Симон» Песня «Симон» Песня «Симон» Музыка, это, в общем, у нас судим на нынешнего та же самая. Слова другие. Да, слова другие, поэтому зал стоит. Да, я думаю, даже если бы и гимн был другой, то все равно можно было бы стать. Это все-таки наше прошлое, наша история. Тот, кто не помнит своего прошлого, не умеет находить в нем повод для гордости, у того нет будущего. Про это, наверное, надо знать и, главное, помнить. Безусловно. Удивил. Вот одним выходом удивил. Сейчас понятно будет представление, законченное, наверное, по Дениса. Денис Камкин, начиная с 2003 года, начал выступать по турниру у нас по смешным единоборствам. 21 поединок, 13 побед, бился в Чехии, Латвии, Бразилии. Никогда не старался тянуть его до сурейского решения. Монсон. Любимец в публике. Разница в возрасте, конечно, огромная. 13 лет. Но это совершенно ничего не значит. Номинальным фаворитом, наверное, в этом бою все-таки является Монсон. Денис Камкин. И, каюсь, я специально у Дениса спросил, как правильно произносить его фамилию. Камкин. Он сказал, можно и так, и так, что меня повергло в ступор. Я говорю, Денис, давай уже определимся. Ну, хорошо, тогда Камкин. Папа называл Камкин, пускай будет Камкин. Я говорю, хорошо. Монсон, по достижениям для тех, кто, возможно, первый раз наблюдает за данным бойцом, двукратный чемпионер ДСС, топовой версии по грэплингу, чемпионер по бразильскому джюдзюцу, поражений хватает, побед хватает, 45 побед на 13 поражений, если бы совсем не точнее. Где бьется UFC, Pride Strike Force, Dream, и Чак Людова, и Сергей Харитонов, и тот же Федор Риза, и Федор Емельяненко. Почему Снеговик? Потому что Круглевый катается. Мы наметили себе движение вперед. И побежали. Вот до чего добежали? Тут большой вопрос. Денису я желаю, во-первых, удачи без травм, если будет повод о каких-то проблемных местах, мы с ним поговорим. Денис, кстати, сознал, что партер с Монсоном он не боится. Посмотрим. То есть он говорит, если ему дать делать какие-то коронки, наверное, да, а так-то... Ну, Денису трудно сделать какой-то прием, например, на руку или на ногу. Понятно, почему, мне кажется. Да, короткие достаточно руки-ноги плотные, мышечная масса серьезная. Может быть, ущемление хила. Два титана. Весовая категория свыше 93-х килограммов. Монсон работает первым номером. Для него это, в принципе, обычное дело. Сейчас бросить двойку-тройку и попытаться влезть. Ну, Денис явно превосходит Монсона в ударной мощи. Вот, собственно, да, прохват ноги. А задушить Монсона этим приемом... Ну, наверное, сложно. ...тяжело. Сейчас Монсон будет работать снизу. Для грэпплера это не самая страшная позиция, даже, я бы сказал, хорошая. Да, даже из этой позиции Халфман... Обратите внимание, как он вкручивается под соперника. Под Денис, во-первых, с его-то опытом выступления тоже не так просто влезть. Десять лет, это десять лет. Да, да. Денис, хоть и вроде молодой, 27 лет, но опыта там... Да ладно. Не вынимай. Задушить Монсона. Вряд ли, конечно. Если я когда-то это увижу, ну, тогда, наверное, можно было сказать, что уже видел практически все. Да, тем более... Ему родную рукой, если Александр поведал историю, то, что как раз Марат Гафуров умеет ее делать. Было бы очень любопытно посмотреть. И... Удушающий прием по Монсену, это был бы, конечно, шедевр. Ну, нет, но здесь больше удерживающий момент такой, там, серьезного удушения нет. Просто контроль соперника, находящегося сверху. А вот сейчас, может быть, удушение... Север-Юг, да, Север-Юг, это такая штука опасная. Харитонова он так задушил в свое время. И, кстати, прошел вот точно так же, по тому же пути, грубо говоря. И замочек-то, по-моему, взял. А этот прием является браките, понимаете. Одна рука лежит под шеей. Разминаем соперника, чтобы руки убрал. Давал спокойно работать. Вот здесь идет серьезное давление на шею, на позвоночник. Да, Север-Юг, как он и есть, вот это да. У меня просто дежавю боя с Харитоновым, знаете, один в один, помню. Может, даже время то же самое. Вот он класс. Вот вам, пожалуйста, вот вам и 40 лет. Это к вопросу о возрасте для тяжа. Да, и вопрос о бою с Федором Емельяненко, достоин ли он. Вот, пожалуйста, уровень виден. Две минуты, и серьезный поезд задушен. Денис Камкин. Это боец, поверьте, не последней десятки российского ММА. А в этой позиции, вот насколько грамотно она решалась. Спокойно отдался сначала. И даже на тебе холст-маунт, пожалуйста, работай. Начинаю вот так вот тихо-тихо и сапой выползать из-под соперника богом фактически. Занял определенную позицию. Вытянул чуть-чуть шею, ну, если есть там что вытягивать. Причем лично у меня есть сомнения. Денис, конечно, логично, с его физической силой попытался его задавить. Чего, в общем-то, и надо было можно. Ну, на, на тебе шею. Подвела немножко самонадеяться. Аккуратненько занимая позиции сбоку и начинаем буквально вот по 5-10 сантиметров на повторе, я думаю, будет заметно смещаться. Вроде бы ничего, вроде бы ничего не происходит опасного. И по-прежнему душат, и по-прежнему есть контроль позиции. Мы это видим. И Денис это прекрасно понимает. А потом бам. И великолепный поединок. Ей замок побил по корпусу и спокойно задавил на своем одном из коронных приемов. This bout ends at 1 minute 58 seconds of the opening round. Your winner by submission via North-South choke, Jeff the Snowman Monson! Победу одержал Jeff Monson, American Top Team, Соединенные Штаты Америки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok